Музыка Я был Кавпавел Евгеньевич, я общественник и вчера была уже мною выпущена статья, я знаю вашу проблему и также я узнал, что вы сегодня выйдете, даже не вы, а весь коллектив выйдет. Сейчас подъедут. И что вам давно уже не платят зарплату, это касается заправки, которая вот газовая заправка, да? Нет, у нас не газовая заправка, это у нас бензиновая бензоколодка, она не работающая, эти четыре заправки, три заправки у нас. Не работающая, да? Они не работают, мы охраняли. А, вы охраняли? Без света, без воды. А сколько лет вы там уже работали? Ну, там раньше работали, это самое... Длительное время, да? Да, мы охраняли до этого ее... А в чем проблема? Они платят вообще зарплату, да? Дело в том, что у нас первые, которые наняли нас по договору, у нас официальный договор есть, все есть. Наняли, у них даже документов не было. Скачевы, у них даже документов не было. И вот это мы первую выбили через прокуратуру, через все, выбили по первому договору. Оказывается, перечислили нам покошение всех за должности, нам не выплатили. И до сих пор вот за июнь, июль, август, уже прибавился сентябрь, нам еще не платят. Пообещали, вызвали меня, мы стояли две недели назад, Горлов Евгений Сергеевич на совещание к себе в кабинет лично вызвал. Пообещали выдать нам зарплату, до третьего числа все будет решено. Никаких перечислений, в казначействе ничего, никто ничего не перечислит. То есть сегодня уже пятое число, а вам так денег и не заплатили? Ничего нам не заплатили. А за сколько месяцев не заплатили? А? За сколько уже месяцев не заплатили? Ну, уже за четыре получается. За четыре месяца? То было за три, а сейчас уже за четыре. То есть фактически четыре месяца вы должны... Один договор был. ...влочить жалкое существование безденежное и работать? Конечно, конечно. А работать вы продолжаете, да? Ну да. Понятно. А скажите, пожалуйста... Сейчас прекратили. Четыре человека... Вон, подходит еще женщина. Четыре человека сейчас прекратило работать в августе. Последний раз они отработали по второму договору. А у нас попросили на один месяц договор сделали с нами. И что сказали, не переживайте, все будет в порядке, вам те деньги выплатят. До сих пор мы ничего не видим. Только обещания одни. И одни разговоры. Сейчас новое руководство. А что новое руководство может сделать, когда старое руководство еще не оплатилось с нами. Это не новое руководство с нами договораться. Ну, вы вот пришли, а кто-то вышел из правительства, чтобы... Ну, пока сейчас... Обратить внимание и решить... Сегодня пока никто еще не вышел. Не вышел, да? Ну, у вас сегодня весь здесь коллектив соберется, фактически. Ну, давайте эту дорогу сниму так, чтобы видели меня. Ну, по-моему, по-моему, не право собираться. Ну, да. Вы, пожалуйста, близко не подходите, потому что пикет... Одиночный пикет в расстоянии 50 метров, чтобы они вас не привлекли административной ответственности. Да, да, да. А я к вам подойду сейчас, буквально, чуть-чуть. Вот. То есть уже вот... Уже вот так вот наболело, что решили уже выйти на... Ну, потому что уже никак не выбить. Обещают, обещают, а толку никакого. Я говорю уже... У нас же все документы и прокуратуру, и все. Мы уже за каждую зарплату звонили, непосредственно заказными письмами нам отправляли. То, что нам должны они дать. У нас все эти документы на руках. Все в прокуратуре есть. А прокуратура что отвечает? У них сейчас все в работе. Все в работе. Потому что заправки сейчас не работают. А зачем людей набирали, если они не рабочие заправки, на охрану? Ну, значит, какой-то финансовый бюджет должен был быть. А заправки вообще эти не работают? Одна только работает газовая, и все. Да? То есть, получается, другие заправки работают, а государственные заправки не работают, получается? Ну, они там реконструкции очень другие. Да, делают. Одни вот это, Овсяников продал часть? Ну, вот я в курсе, что он продал за копейки. За копейки. А сейчас уже тот, кто был собственником, Овсяников продал за 100 миллионов. А последний собственник, который был, я так думаю, это подставное лицо, скорее всего, было, продал за 500 миллионов. Знаете, вот так вот, то, что принадлежит городу, к сожалению, вот такими путями уходит из города за копейки. И на этом кто-то обогащается. Это, конечно, ужасно. Мы, вот, каждый человек работает для того, чтобы получить деньги и прокормить. Ну, конечно. А у нас до сих пор, вот, как в 90-е годы вернулись. Ну, не как, а вернулись в 90-е годы. В 90-е годы что? Да, специально. Восемь человек, нас непосредственно, вот, восемь человек, которым он занимается. Попадали в прокуратуру, потому что остальные, видимо, устраивают их. То, что они сидят по полгода, по году без зарплат. Вот новая руководство, я, правда, не знаю, что она там думает. А вот мы просим уже, нас уже две, это, четыре, не работает уже. И вот сейчас мы тоже четверо. Вот восемь человек, мы остались вообще. И продолжать дальше с ними, естественно, никто не будет работать. Ну, найдут новых, наберут, снова прокатят. В коронавирусе мы работали. Да, когда они тут получали деньги, все, за то, что мы их работали. И нам деньги не дают. В жару, в холод работали. У нас же ни света, ни воды, ничего. Ничего не было вообще? Ничего и сейчас нету. А как они тогда, организация труда вообще людей? А отключили свет за неуплату. Да вы что? Еще старые долги. То есть проблема огромная, и кто ее не решает? Когда нас занимали, был свет. Я 11 числа пришла первая на дежурство, а 10 вечером отключили свет. Потому что это одна организация была, передалась другой организацией, и все. О, Веталик опять. Здравствуй, Веталик. Мы с тем же вопросом... Не приходило ничего? Ничего нам нет. А вы из правительства, да? Да. А может вы когда что-то прокомментируете? Понятно. Из комментариев. Это ваш начальник, да? Нет, нет. Нет? Это юрист. Юрист, который просто уже знает эту проблему. Он уже подходил к нам все. Ну, мы обязательно покажем это, чтобы об этой проблеме узнал не только в Севастополе, но и во всей России. Потому что так относиться к людям нельзя. Почему непонятно молчит прокуратура? Почему правительство не принимает каких-то денег на правительство, на раздутые штаты хватает? А платить людям, которые трудятся, у них получается денег нету, да? И по 4 месяца задержка за платы. У нас было руководство, извините, на 20 человек, 9 человек начальства было. Понятно. 9 человек? Да. Да. Вы понимаете, представляете, это... Понимаете, я понимаю, да. О чем мы так говорим? А оклады у них не наши. Ну, естественно. Не копеечные оклады. Ну, да. Для себя, для родных, что у них было. Мы не можем, для кого-то это копейки, для нас это деньги, мы поэтому и работали. Представьте, вот сейчас в жару с собой вот эту воду тащишь. Покладка. Не разогреть ничего, не покушать. Ну, только на сухом пакете сутки как дежурить. Чай нельзя сделать, потому что ни на чем. Ну, а коллектив вообще большой? Ну, вот у нас коллектив около 20 человек. То есть все 20 человек 4 месяца не получают? Конечно. Конечно. Обалдительно. Там не только 20, там полностью заправочные, там и начальство тоже не получают. То есть все сидят так? Ну, конечно, все сидят на подсосе. Ну, понятно. Ну, их это устраивает, они молчат. Нас это не устраивает. Мы поэтому 8 человек у нас. И все заимения у нас все на 8 человек. Ну, сейчас будут подтягиваться люди, которые вас подтягивают? Да, 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 да. Еще подойдут. Ну, и надеетесь на то, что правительство что-таки обратит? Ну, хоть это... Внимание. Он, по первому договору, разважая, выделил деньги. Выделил? Да, он выделил деньги, все. Ну, я так поняла, что он выделил деньги на все. Полностью погасить там задолженность. Ну, куда-то часть денег исчезли. Замылили? Ну, мы не знаем. Нам это неведомо. Ну, понятно. Где-то прилипли, где-то. Где они что-то? Часть там выплатили, да, по первому договору. А по второму договору так до сих пор нечет. Ну, что самое обидное, что Горлов обещал Евгений Сергеевич, лично приглашал в кабинет. У него было совещание и сказал, что 3-го числа будет, вам будут выплачены деньги. Не переживайте все. Для того, чтобы вы не стояли здесь. Ну, так это же, мы же не дети маленькие. Понятно. Ну, спасибо вам огромное. Удачи вам. Мы обязательно покажем и будем прослеживать, какие будут тенденции. Будет улучшаться у вас эта вся ситуация. Хотелось бы улучшить. Или не будет, да. И также хочу сказать, что это очень плохой диагноз, когда в городе людям не выплачивают зарплату, труженикам именно. Уже фактически за 4 месяца. Это может фактически повлиять на многие процессы, происходящие в городе. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...